здравствуйте дорогие друзья я рада вас приветствовать на моем канале сегодня в данном видео я готовлю знаменитый любимый миллионами без преувеличения торт крещатый яр торт многим очень кажется сложным сегодня же я готовлю самый быстрый его вариант самый бюджетный из всех вариантов и необыкновенно просто вкусный готовится он из самых простых и доступных продуктов без сливок без сыров все покажу и расскажу в данном видео и сначала приготовлю песочный корж 4 яйца среднего размера я разделяю на желтки и белки 80 грамм очень холодного сливочного масла натираю вот таким образом на терке 340 грамм муки просеиваю туда 6 грамм разрыхлителя тоже просеиваю 8 грамм ванильного сахара просеиваю здесь лучше на всякий случай все ингредиенты сухие 120 грамм сахарной пудры здесь я не советую заменять сахарную пудру на сахар потому что сахар будет чувствоваться во вкусе и такую хорошую щепотку соли добавляю перемешиваю сейчас все сухие ингредиенты с маслом с холодным ты делается все очень просто и быстро потому что масло небольшое здесь количество добавляю туда 120 грамм холодной сметаны из холодильника сметана в данном случае меня мало жирная 10 процентов жирности и 4 желтка добавляю в тесто перемешиваю все это замешиваю такое очень простое песочное тесто оно слегка липнет к рукам это нормально я его не буду остужать то есть я готовлю здесь самый быстрый вариант этого торта и сразу же выкладываю его на пергамент вот таким образом формирую такой квадрат достаточно большой накрываю сейчас еще одним слоем пекарской бумаги чтобы мне удобно было раскатать не использую здесь муку раскатываю до краев противня то есть я уже знаю свой противень 42 на 32 сантиметра как бы вытягиваю даже не просто раскатывая вытягиваю доделываю здесь краешки и убираю выпекаться корж при температуре 180 градусов цельсия на среднем уровне с конвекцией до полуготовности как бы такой подпеченный он у нас должен быть но не до конца выпекаем и приготовлю безейную шапочку 4 белка которые мы отделяли от желтков щепотка соли 8 грамм ванильного сахара взбиваю до состояния пены добавляю туда порциями 120 грамм сахарной пудры взбиваю примерно 3 минуты и сейчас добавляю туда одну четверть чайной ложки лимонной кислоты либо же одну чайную ложку лимонного сока можете добавить можете вообще не добавлять ничего меренга лучше взбивается и таким образом она будет с легкой такой кислинкой что дополнит просто вкус самого тортика я выкладываю в кондитерский мешок корж у меня вот так подпёкся не до готовности а как бы до полуготовности он подпёкся наношу всю меренгу если у вас нет кондитерских мешков ничего страшного вы можете просто шпателем или ножом наносить эту меренгу все что есть у вас под руками торт несложный если понять здесь принцип и вот таким образом выпекать опять выпекаю сейчас на режиме с конвекцией при температуре 180 градусов цельсия уже 10 минут до позолочения этой меренги вместе с орехами если у вас нет функции конвекции в духовке про температурный режим я вам напишу в описании к данному видео под видео будет все это написано посыпаю молотом миндалем здесь у меня 100 грамм молотого миндаля орехи можете брать абсолютно любые и фундук и грецкие орехи орехи не должны быть обжаренными потому что они очень сейчас хорошо зажарится в духовке убираю выпекаться на 10 минут 180 градусов с конвекцией без конвекции 200 градусов 10 минут песочный корж уже готов и буду готовить теперь шоколадный бисквит очень быстро и даже без замеса миксером 220 грамм муки 40 грамм какао 8 грамм разрыхлителя все перемешиваем и отставляем пока в сторону для бисквита также я беру 4 яйца среднего размера комнатной температуры щепотку соли каждое яйцо весом примерно по 50 грамм без скорлупы 16 грамм ванильного сахара все это просто перемешиваем 180 грамм сахара бисквит я даже буду здесь выпекать без использования какого-либо миксера просто венчиком буду замешивать это на тот случай у кого нет даже вот миксера можно приготовить также я добавляю туда 160 миллилитров молока при добавлении молока сахар раствориться за это переживать не нужно и 40 грамм растительного масла без запаха и все это просто перемешиваю всю сухую смесь просеиваю и перемешиваю также вы также можете замешивать все это миксером если вам хочется ручным миксером он неприхотливый очень этот бисквит духовка у меня уже разогрета на 170 градусов цельсия выпекать буду на режиме вверх-вниз без конвекции 20 минут корж печется очень просто и очень быстро и всегда получается противень у меня здесь как и в предыдущем корже 42 на 32 сантиметра убираю сейчас выпекаться во время выпечки духовку конечно же не открываем не советую здесь дольше держать этот корж в духовке потому что не нужно чтобы он был очень сильно зажаренным убираю выпекаться и так шоколадный корж испекся я сейчас даю ему полностью остыть в форме песочный корж у меня уже остыл я его извлекаю из формы обрезаю у него вот так краешки и делю его сейчас по линейке на две равные части то есть два равных коржа и по размерам этих коржей песочных я уже обрезаю и шоколадные коржи чтобы коржи у нас изначально были уже идеально ровными и песочные и шоколадные чтобы они соответствовали по размеру друг другу шоколадный корж также полностью остыл остывает очень быстро это все также обрезаю уже по линейке это делать на самом деле очень просто показываю что нежнейшие и шоколадный корж и песочный корж показывал как он разламывается то есть очень хорошее тесто и так приготовим сметанный крем 100 грамм сгущенного молока с сахаром обычной сгущенки и 15 миллилитров свежевыжатого лимонного сока перемешиваю все сгущенка из холодильника должна быть холодной и лимонный сок также лимон из холодильника у меня был 400 грамм жирной сметаны 30 процентов жирности у меня в данном случае два пакетика по 8 грамм то есть 16 грамм загустители для сливок или же для сметаны загустители берите и всю сгущенку с лимонным соком все должно быть очень холодной взбиваю сейчас до загустения особого загустения здесь не будет мне очень сильная жара стоит в помещении вот такой консистенции мне уже подходит пропитываю кипяченым молоком буквально 100 миллилитров молока на оба шоколадных коржа мне понадобится визуально делю сметанный крем на две равные части приблизительно выкладываю первую часть на нижний корж крем будет держать форму большого слоя сметанного крема здесь ни в коем случае нельзя использовать и накрываю песочным коржом вот таким вот образом то есть орехами вверх сейчас разравниваю по бокам вот этот сметанный крем и приготовлю масляный крем для песочных коржей 140 грамм сливочного масла и по взбивала пару минут добавляю туда 190 грамм сгущенки то есть сгущенного молока с сахаром и все это взбиваю до состояния уже такого загустения плотности и пышности чтобы из него уже можно было отсаживать узоры если у вас очень сильно жарко в помещении смотрите чтобы масло не было очень сильно размягченным очень часто именно в этом простейшем масляном креме он не взбивается до состояния устойчивости из-за того что очень теплое масло взбивается но оно должно быть примерно 21 градус цельсия чтобы хорошо вас сбился крем также выложил в кондитерский мешок нанесла весь масляный крем на слой с орехами разравниваю весь полностью масляный крем я здесь наношу орехи будут хрустящими благодаря этому крему потом в торте и также благодаря этому крему меренга не размокнет под орехами она также будет очень хорошо чувствоваться во вкусе второй песочный корж выкладываю орехами вниз на крем и выкладываю на песочный корж уже весь сметанный крем и одну столовую ложку сметанного крема я оставлю для выравнивания бортиков не больше больше здесь не нужно оставлять то есть сметанный крем должен быть небольшим слоем и выкладываю второй шоколадный корж разравниваю бортики пропитываю также шоколадный корж верхний измельчила остатки от шоколадного бисквита и убираю этот тортик хотя бы на 4 часа в холодильник 40 грамм молочного шоколада растопила в микроволновке и вот такой сеточкой покрываю весь торт сверху мгновенно схватывается шоколад на торте на охлажденном сразу же ничего не жду посыпаю измельченным миндалем пока шоколад еще не застыл орешки хорошо приклеятся к шоколаду и уже можно разрезать и вы видите что готовится торт очень просто коржи я приготовила даже без использования миксера хрустящими остаются песочные коржи нежнейшие шоколадные коржи два вида крема очень советую приготовить торт готовится как вы видите просто и быстро и получается в итоге вкуснейший нежнейший тортик хрустящие песочные коржи орехи безейный слой и нежнейшие шоколадные коржи с кислинкой сметанный крем необыкновенно просто вкусный торт торт разрезается вот на такие мелкие даже порционные пирожные то есть идеально они держат форму он не крошится никуда не рассыпается и я надеюсь что видео было полезным и познавательным подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео